Если вы не видели мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. Данное видео, которое я показываю сейчас, это дополнение к предыдущему. Я хотел пройтись по двум разновидностям. По толщине металлической трубки, тонкой стены и МЦ и толстой стены РМЦ. Хотел упомянуть то, что хотел добавить в прошлом видео, что, как понимаете, существует очень много самой различной фурнитуры этой трубки. Я вам кое-что показывал. Показывал протяжные коробки, к примеру. Также делал металлические коммутационные коробки, распаечные, самые разные втулки и так далее и тому подобное. Как я уже сказал, можно целую вечность сделать видео про трубку. Но хотел пройтись просто по двум разновидностям. Если у вас возникнут какие-то вопросы или пожелания, пишите. Вот хочу показать два самых ходовых диаметра кондуита и две разновидности по толщине. Вот, как говорится, почувствуете разницу. Вот эта тонкостенка, это толстостенка. Это три четвертых дюйма диаметр. Это полудюймовая тонкостенка, это тоже толстостенка. Кажется, что здесь у полудюймовки толщина стены тоньше. Не давайте, как говорится, этому оптическому обману вас ввести в заблуждение. Здесь резьба заужается. Заводская резьба на кондуите, она заужается к концу для герметичности. Поэтому так кажется. На самом деле вот здесь более объективная визуальная разница в толщине толстостенки и тонкостенки. Ну, это обрезки полутораметровые. Со склада или с магазина они поступают трехметровой длины кондуитной трубки. Толстостенка поступает в продажу с резьбой, нарезанной заводской резьбой на обоих концах. Просто на одном из концов вместе с отрезком трубы вам дают муфту. С другой стороны вот такой пластмассовый наконечник, защищающий противоположную сторону резьбы. Потому что здесь защищает муфта, здесь защищает наконечник. Это оба конца, считайте, одной и той же трубы. Чем она отличается от водопроводной трубы? Ну, водопроводная труба тоже бывает. Полудюймовая, три четверти, это оцинкованная. Ну, по внешнему виду это раз. Американская водопроводная труба, она обычно бывает черная. Это оцинковка. Хотя оцинкованная водопроводная труба тоже бывает. Но на заводе для электрической трубы, для кондуита, особое внимание уделяется гладкости внутренней поверхности. Тогда, когда для водопроводной трубы, наверное, так не важно. Почему? Потому что, естественно, понятно, по ней тянутся провода, чтобы не задирать, не рвать изоляцию. Поэтому делают внутренности особо гладкими. Ну, а как соединяют отрезки трубы между собой? Ну, естественно, стал со стенкой, все понятно. Резьба, муфта. И эта муфта соединяет две трубы. Если труба отрезана и стал со стенкой отрезан, резьбу нарезают. Я вам через секунду покажу, как это делается. Ну, я уверен, вы знаете, как резьба нарезается, но я вам все равно это покажу для тех, кто не видел. Тонкая стенка. Там история немножко другая. Естественно, труба тонкая, резьбу не нарежешь. Поэтому используются муфты. Вот такого типа. Это обжимная муфта. При затягивании вот этого конечной муфты сжимается кольцо и обжимает трубу. Еще вот такая, с фиксирующими винтиками. Это более герметично. Есть разновидности с даже резиновыми прокладками, которые обеспечивают полную водонепроницаемость. Эти трубки, они пригодны и для внутреннего, и для наружного применения. Единственное, чем толстая стенка отличается, что ее можно еще и под землю пускать, ее можно закапывать. Тонко стенку под землю пускать нельзя, но если нужно пускать под открытым небом, там по наружной части стены, водоупорные втулки вам в этом помогут с тонкостенкой. Ну, как труба режется, вы, наверное, знаете. Вот этот резак может резать толстую стенку, водопроводную или электромонтажную трубу от половины дюйма до двух дюймов диаметром. Ну, процесс прост. Затягиваете вокруг трубки, делаете полный проворот и с каждым проворотом на пол оборота затягиваете тиски. И после 10-15 таких проворотов труба режется. Так, а как нарезать резьбу? Ну, вот мои головки дюймовые три четверти и пол дюйма. Вот держалка для головок. Сейчас вставлю сюда три четверти и покажу процесс нарезки резьбы. Я понимаю, что эта головка вне ручки, но просто хотел показать, что насаживается она вот так. Не вот так, а вот так. Обеспечивает правильную ориентацию и начало резьбы. Вот такой отрезок. Вот этот отрезок удерживает ее в положении, когда начинаете резать. Очень важный момент, чтобы не запороть головки, преждевременно использовать масло. Особое такое для нарезки резьбы. Сначала смочите конец трубки перед началом и регулярно смачивайте в процессе. А то опять-таки головку посадите моментом. Главное, чтобы схватилось. Чуть не забыл упомянуть, естественно, трубные диски тоже немаловажная деталь. Конечно, можно и простыми, но вот такими намного удобнее работать. Они снимаются с этого верстака. С собой можно привести, на кусок ванеры привинтить и работать в полевых условиях, как говорится. Чем еще удобно? Вот этот крюк позволяет раскрыть тиски. То есть не обязательно трубу там протаскивать через всю длину. Положил где удобно. Закрыл, закрепил и все. Вот процесс пошел. Напомню еще раз, не жалейте масла и головки вам прослужат очень долго. Требуемая длина резьбы для стыковки толстой стенки около трех четверти дюймов. Когда край трубы более-менее выходит на уровень вот этого фланца, на лицевую, на уровень лица вот этого фланца, я знаю, что 3 четверти дюйма достигнуто. Даем задний ход, снимаем головку с трубы. Ну, для этого просто меняю направление движения трещотки вот здесь. Сейчас она поставлена на задний ход. При заднем ходе масла не нужно. Ну, вот вам готова резьба. Хотел упомянуть пару рабочих моментов. Опять-таки, используйте масло. Это вам уже сказал. Масло специальное для нарезки резьбы. Если такового не имеется, на худой конец пойдет масло для цепи бензопилы. Но, опять-таки, масло штука дешевая, головки они дороже, поэтому по возможности используйте надлежащее масло. Во-вторых, это оцинкованная труба, которая пригодна для того, чтобы закопали под землю. Но мы только что нарушили слой антикора, нарезая эту резьбу. Поэтому нужно защитить от коррозии. Как это делается? Ну, несколько способов. Во-первых, есть цинковый спрей. Это как краска, которая, ну, как говорится, холодная оцинковка. Можно ее воспользоваться. Я ей не столько доверяю, сколько я доверяю вот этому антикору. Это медисодержащий антикор, антикоррозийка, которая к тому же проводит ток. Не забывайте, это электромонтажная труба. Она также еще служит заземлением, защитным нулем. Можно проводить по ней провода без отдельного проводника защитного нуля. она сама может служить защитным нулем. Но важно, чтобы при этом стыки были проводимы. Чтобы проводимость была в стыках, для этого используется вот такой copper coat. Это антикоррозийка в содержании меди, которая проводит электричество. Понижает сопротивление, переходное сопротивление этих стыков. Так и так не мешает. Даже для заводских резьб я все равно наносил бы copper coat. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Вот такая. Сейчас холодно, сейчас минусовая температура здесь, поэтому она немножко густая. Но так она немного более текучая. Обычно бывает вот такая маслообразная, лакообразная жидкость. И опять-таки она проводит электричество. Вот хотел показать конкретный пример монтажа и применения тангостенной трубки. Это, хоть и парковочный гараж, сделано все как будто под открытым небом, но немножко перестраховались. Вот эти водоупорные втулки, водонепроницаемые. Это коробка разъединительная, которая пригодна для установки под открытым небом. Она в данном случае используется для того, чтобы можно было обесточить вот этот кондиционер, точнее компрессор кондиционера. Здесь металлорукав ПВХ оболочки. Тоже все водонепроницаемое. Так она работает, эта коробка. Вот эта перемычка вынимается. Когда обслуживаете компрессор, он обратно ставится. Как я уже говорил, водоупорные втулки. 90-градусный изгиб. Еще 90 градусов. Вот здесь та протяжная коробка. В данном случае она используется для того, чтобы сделать крутой поворот за угол 90 градусов. Идет, 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 идет. 45-градусный отгиб. В общем, вот так. КОНЕЦ КОНЕЦ